друзья всем привет вы на канале хорошая оптика начинаем наш новый сезон обзоров на качественную отечественную и не только отечественную оптику и сегодняшний герой нашего сюжета это японский наблюдательный прибор от компании fuji non либо кратко fuji модель fuji non marine 7 на 50 с индексом vp xl vp означает waterproof то есть водозащита соответственно вот так вот он выглядит этот наблюдательный прибор в первую очередь это светосильный даже можно сказать сверхсветосильный бинокль и естественно его назначение это судя по названию это использование на воде это морской речной бинокль и естественно и все характеристики этого прибора говорят о том что он создан именно для ведения наблюдений на воде но прежде всего это высокая светосила раз второе корпус прибора выполнен не из металла как может показаться изначально либо металл и обрезиненный корпус а это совершенно иной вид материала это поликарбонат то есть можно сказать что прибор пластиковый точнее не пластик а поликарбонат для чего это сделано это сделано для того чтобы уменьшить вес прибора и научить его плавать да да я не ошибся совершенно верно этот прибор умеет плавать в конце ролика я сделаю вставку на котором будет подтверждение этих слов и соответственно может будет воочию увидеть то как умеет отлично плавать этот прекрасный наблюдательный прибор от компании fuji далее особенности конструкции имеются крышки объективов крышки объективов чтобы не потерять крепится к центральной оси прибора также имеется покрышка окуляров фокусировка как можно видеть здесь раздельная у нас друзья как на всех армейских приборах и тех прибора где требуется повышенная водозащита фокусировка плавная и левого и правого окуляра также большой плюс раздельной фокусировки в том что он она позволяет сделать максимально точную подстройку фокуса в том случае если у наблюдателя разная острота зрения левого и правого глаза соответственно максимально точно выставляем левый глаз максимально точно правый и получаем идеально резкую качественную картинку вот такой вот важный плюс у приборов с раздельной фокусировкой ну и естественно повышенная защита корпуса попадания пыли и влаги здесь корпус прибора этого полностью водозащищен то есть когда он будет плавать он себя естественно воды не наберет влага туда не проникнет конденсат туда не проникнет кроме того во внутренние полости прибора закачан газ азот азот содержится в воздухе поэтому ничего страшного здесь нет азот предотвращает запотевание бинокля внутренних его полостей при перепадах температур например вышли из холода в тепло соответственно ну конденсат на призмах уже не появится и качество изображения прибора на время не упадет до тех пор пока он вновь нагреется и конденсат высохнет кроме того опять же азот защищает внутренние детали металлические прибора от коррозии то есть двойной плюс от азота заполнения это отсутствие запотевания то есть конденсата и опять же отсутствие внутренней коррозии и появления конденсата на внутренних деталях оптических блоков отличное решение во многих современных приборах она используется в том числе и на этой модели бинокля от компании fuji характеристики указаны на корпусе это название естественно производителя fuji но 7 на 50 угловое поле зрения составляет здесь 7 градусов 30 минут остальные характеристики удаления выходного . 18 миллиметров глубокие наглазники здесь установлены резиновые штатные соответственно при таком удалении можно смело вести наблюдение в очках то есть если вы носите очки этот прибор вам придется по душе его можно будет смело использовать очках и получать опять же качественное изображение далее стоит отметить что относительная яркость прибор составляет 51 единица это очень хороший показать прибор имеет яркую контрастную картинку светосильную даже можно сказать сверх светосильную что также является большим плюсом при наблюдении в темное время суток и условиях с пониженной освещенностью то есть ночью его можно с легкостью использовать отлично он будет радовать яркой светлой вас картинкой линейное поле зрения прибор составляет 122 метра на 1000 это стандартное значение для всех биноклей с этой оптической схемой 7 на 50 естественно мы имеем высокую светосилу но значительно широкого поля зрения не получаем оно стандартно даже на том же отечественном зобзе bpc 7 на 50 bpc 2 7 на 50 мы имеем абсолютно такое же практически такое же поле зрения в районе 120 метров линейная ну и угловое тоже также стоит отметить что бинок имеет уникальное просветление темно-сиреневое фирменное от компании фуджинон которая называется ей бисе она наносится с помощью электронно-лучевого метода это ноу-хау именно компании fuji естественно такое просветление очень качественно она не стирается со временем можно долго тереть линзы протирать от внешнего загрязнения просветление остается стойкими вот как можно видеть даже на этом достаточно видавшим видны приборы никаких царапин потертостей на линзах либо окулярах мы не увидим потому что просветление очень прочно сидит на линзах адгезия отличная и соответственно она не стирается при внешних механических воздействий ну конечно все в пределах разумного опять же соответственно имеем то что имеем но просветление стоит отметить очень качественно оригинальная компания fuji она дает абсолютно нейтральную цветопередачу высочайший контраст изображения и высокое светопропускание увеличивает светопропускание прибора и по итогу мы имеем очень качественную картинку контрастную этот прибор отлично справляется с наблюдением в контровом свете опять же если есть источники света искусственные естественные в поле видимости все их это просветление переваривает отлично и соответственно значительно снижение контраста падение контраста либо появление существенно софта в поле зрения мы не замечаем то есть и встречный свет и контровый этом этому прибору нипочем отличное просветление оригинально от компании fuji далее что стоит отметить прибор достаточно легкий благодаря опять же поликарбонатному корпусу его вес составляет 960 грамм оптическая схема здесь использована классическая это призмы пара объективы ну и окуляры пятилинзовые соответственно призмы также имеют просветление многослойное и естественно изготовленные стекла марки бак 4 высочайшего качества все эти характеристики делают этот прибор очень универсальным удобным биноклем для ведения наблюдения мы имеем не только практичный корпус водозащищенный и умеющий плавать но опять же и очень качественную резкую контрастную яркую картинку раздельную фокусировку опять же и неспроста этот бинок имеет именно морское назначение он умеет плавать он обладает яркой картинкой при наблюдении в темное время суток и опять же очень качественным изображением которое не подведет ни одного капитана корабля либо любого человека эксплуатирующего и либо управляющего будь то морское морское либо речное судно ну либо даже банальной можно использовать его в лодке кратно здесь не большая 7 поэтому качка качка на воде не так страшно если мы возьмем бинокль более высокой кратности 10 12 15 20 крат так называемые то при раскачивании судна вести наблюдение с рук будет при помощи такого прибора очень затруднительно картинка будет трястись а 78 крат это оптимальное увеличение для ведения опять же наблюдения при удержании прибора наблюдать на именно в руках наблюдателя поэтому считаю что этот прибор оптимален именно для морских и личных наблюдений и поэтому может быть смело рекомендован для использования именно на воде он не утонет не наберет себя воды и опять же порадует вас высоким качеством изображения даже в темное время суток ну и пару слов еще о качестве изображения качество изображения как у всех приборов компании fuji на высочайшем уровне резкая очень контрастная картинка с высоким угловым разрешением детализация прекрасно по всему полю видимости достаточно широкое поле зрения нейтральная цветопередача высокий коэффициент яркости 51 то есть все можно обозревать даже в условиях с пониженной освещенностью даже ночью при условии наличия каких-либо минимальных источников света хотя бы даже лунных звезд в поле видимости очень хорошая геометрия у прибора дисторсия слабо выраженная практически она отсутствует очень было ровно по геометрии картинка ну и естественно какие-либо сферические будь то хроматические аберрации обнаружить не удалось при обычных условиях освещения и в солнечную погоду и в пасмурную отличная картинка у прибора яркая поэтому могу смело рекомендовать этот замечательный бинокль от компании fuji fuji non 7 на 50 марина vpxl для использования и не только тем кто эксплуатирует скажем так сюда но опять же и обычным обывателям для стационарных наблюдений для астрономических наблюдений для полевых этот прибор прекрасно подойдет плюс вы будете иметь раздельную фокусировку дополнительную пылевлагозащиту опять же небольшой вес прибора и потрясающе качественное изображение вот такого замечательный прибор на этом все друзья сейчас конце ролика вы увидите эксперимент по погружению прибора воду и опять же увидите то как он показывает на примере на этом все друзья подписывайтесь на канал хорошая оптика впереди вас ждет много интересных роликов изображение очень резко с высоким угловым разрешением и детализации яркие насыщенные цвета высокий контраст и естественно очень высокая светосила прибором исправлена дисторсия геометрия изображения очень правильная